Единственный в своем роде, именно таким, уверяют в мэрии, будет памятник Тарасу Шевченко, который разместится в сквере театральной напротив драмтеатра имени Магара. Его установка запланирована на 9 марта 2014 года, к 200-летию со дня рождения Великого Кабзаря. Сейчас скульпторы и руководство города ведут активную подготовку к юбилею гениального поэта и талантливого художника. С подробностями Виктория Печерская. Скульптурная композиция уже практически готова, но только в уменьшенном виде и из пластилина. Осталось доработать мелкие детали. Этот макет необходим для изготовления уже гипсовой модели памятника. По замыслу авторов он состоит из двух фигур – молодого Тараса и Кабзаря с бандурой. Так мастера хотят передать идею единения поэта с украинскими традициями и народом. И он поклав руку на плече Кабзарю и берет из него историю, поэзию, настрий, натхнение. И передается и смотрит уже не на Кабзаря смотрит, а смотрит вперед, смотрит на Хортицю, смотрит в будущее. На казаков, который бандурист ему спевает всю историю. Вот эта идея, почему два фигуры. Мы специально посмотрели, какие памятники установлены во многих странах мира, на территории Украины. Она единственная по своей сути, поскольку она двухфигурная. И она отвечает тому посещению Шевченко, нашего края, когда ему было 20 лет. Место, где установят скульптуру, выбрали не случайно. На презентации макета памятника в мэрии объясняют. Скульптурную композицию сначала хотели установить на бульваре Шевченко, но потом все же остановили выбор на сквере у драмтеатра. Мы подошли как бы с идеей создания площади мастерства, где это может быть отработаны всякие культурные мероприятия. От выступления поэтов до каких-то театральных действий напротив стоящего театра Макагара. Площадь получается очень насыщенная вот такими образами культурологического плана. Руководство города надеется, что после реконструкции сквера он станет своеобразным связующим звеном между проспектом Ленина, театром и так называемым Старым Александровском. А с помощью памятника планируют оживить парк и сделать его не только местом отдыха запорожцев, но и местом проведения праздников и культурных акций.